Было время, когда мы ходили просто в храмы здесь, ну, видимо, что проходной двор, кто приходит, уходит, и мы проехали до Киева по разным республикам, а обстановка-то везде, в общем, одинаковая. Но как сделать так, как написано вот у святых мужей в церкви, какой порядок был, ничего не могли придумать, никак. Итак, выход только один. Закрывать храм и начинать все с нуля. Вести занятия, чтобы люди духовно обращались ко Христу, сознательно рождались, приняли Христа своим спасителем, и далее все тогда уже вести так. Другого просто нет. Ну, вот наша община в Крестовозвижевской городе Барнауле и Свято-Анфимовской в Потеряевке, она, я считаю, дочерняя, все одинаково у нас. Вот мы отдельно образовали общину. Но нужен был устав. Этот устав стали составлять. И вот прошло сколько уже времени, там 20 лет с лишним, и мы пока ничего не могли изменить. Настолько оказалось там полно, как в Конституции, говорит, США. За 250 лет не меняется ни одна статья. Это Господь так помог. К нам приезжали священники, архимандриты. О, как здорово! Все это фотографируют. Было так, что по шесть священников там, бывает, некоторые боятся, ночью приходили тайно. Местные даже, и барнаульские. Ну, а потом я встречаюсь или списываемся, я говорю, ну и что? Да мы обязательно у себя это сделаем, это так нужно. Я говорю, что они сделали? Да нет, ничего не сделали. Архиерей все запретил. Что это за нововведение? Проверяют кого-то, кто приходит, вы не имеете права отказывать им. Крестить подряд надо всех, потому что пойдет, его машина задавит. И везде одинаково, везде машина, даже где машины не ездят, но откуда-то машина, и все они давят. Почему-то Василий Великий, Григорий Богослов, никто не боялись. Они принимали крещение, иногда, вот, Златоуст как в 23 года, там в 30 лет. Константин до самой смерти не крестился. А сегодня только родится, в роддоме уже скорее надо его покрестить. А иначе задавят его, не знаю. И вот какие у нас правила. Она называется о церковной дисциплине. Я это говорю для всех, но в первую очередь для православных, потому что предполагается, что они православные не только по названию. Что они знают, что нашу жизнь регламентирует. Вот Библия, вот перед нами лежит, я веду серию собеседований, называется «Во свете Библии открытым оком». И правила святых соборов, семи вселенских, девяти поместных, и правила святых отцов. Мы опираемся на каноны. У нас есть предание церковное, предание, не предание старцев. Сектанты, паскудаумие, все это предание старцев. Они не знают, что священное предание. Это и священное писание. Когда уста передавали они, это было предание. А Боисей то, что слышал, записал, оно стало писанием. Слово «предание» в священном писании имеет смысл то, что писание, которое мы имеем до времени, пока оно не было начертано на бумаге. Только такой смысл. Но мы теперь вкладываем и смысл в такое творение святых отцов. Вот первое. Ну, мы сделали так. Так получилось, что у нас 16 правил. Мы могли бы подогнать их под семь, чтобы как-то семерка была. Ничего этого не было. Просто необходимость и правила. Первое. То, что более всего нам досаждало в храмах везде торговля. В наших храмах, вот то, что здесь написано, все это беспрекословно исполняется. Потому что в православных храмах, как правило, везде нарушаются каноны церковные и библейские. Я был в Жордан-Вилле, зарубежной церкви, и спрашивал, вы правила-то, книгу правил соблюдаете? Ну, а как же мы обязаны соблюдать? А сколько правил? Преподаватели спрашивают, они не знают. Ну, хорошо. А все правила, которые написаны в книге правил, они все действенны на сегодняшний день? Да или какие это были временный характер? Не могут сказать, преподаватели, я разговариваю, ну, я могу разговаривать сегодня хотя бы с Осиповым. Я наверняка могу сказать, что он не ответит. Почему? Этим надо заниматься специально. Я вам сразу вопрос поставил. По нашим правилам, Осипов будет стоять там с соглашенными вместе. С соглашенными. Вплоть до патриарха. Но если патриарх-то приедет, он не будет с соглашенными стоять. Но я говорю, что если бы он не патриарх был, а есть такое, что за ним есть. Я бы его спросил конкретно. Нарушил ты правила? Нарушил. Ну, я еще могу сказать. Ты добавишь, сделай так, чтобы наш устав-то не нарушался. А пришел бы к вам Путин, ну, приняли как царя. А с соглашенными будет стоять. Затем такие дела счистятся, что его отлучать надо надолго от церкви. Правила, которые с церковных гласят. Первое. Торговля категорически запрещена в храме и в церковной ограде. А то некоторые... Вообще, а как у вас? У нас вообще деньги не появляются. Нигде. А как свечи? Да никак. Покупаем воск и льем свечи. Когда в налоговую меня вызвали, ну, вы же православные, да? Ну, а где отчетность? А деньгаха у нас нету. Как нету? Ну, у вас же крестят? Крестят. Ну, а где отчет? А зачем отчет? Это у нас бесплатно. И что? За крещение не берете никогда. Ну, а за венчание? У нас бесплатно. У нас все бесплатно. Если священник хоть заодно деньги возьмет, мы сразу с ним расстанемся. У нас в уставе это написано. Симонией мы не занимаемся. Так, а ну, а... Торговлю торгует. Не торгует, еще раз повторяю. Они с кабинетом в кабинет забегали. Да такого никогда не было. Куда-то звонят. Обманывают, наверное. Было время, к нам следователь пришла. По разрешению, конечно. И когда она все узнала, интересно, говорит, она вот даже про лагерь, а сына моего возьмете, ее поставили за другим. Когда она увидела, я говорю, ну, вы хотели с людьми поговорить, подходите к любому. Она не стала ни с кем, говорит, а что говорить? Одна большая дружная семья. Да еще обед тут был простенький. Вот и все. На меня уголовное дело воздвигали против, когда я был в лагере. Это уголовное дело. Точно так и следователь там же. Закончил с тем, что она попросила сына ее взять в лагерь. Дети себя чувствуют прекрасно. Ну и все, и поэтому вздох. То есть клеветы. Клеветы, непрерывные клеветы, они сражаются. А почему торговать нельзя? Повторяю. Евангелие от Иоанна 2.16. Евангелие от Матфея 21.12. В одном случае Христос говорит, дом мой сделали домом торговли. А в другом уже в конце Иоанна. Евангелие от Иоанна говорит, сделали его вертепом разбойников. Вот и все. Теперь, Шестой Вселенский Собор, Седьмое, Шестой Вселенский Собор. Семьдесят шестое правило. Все. Тут у нас написано, написано. Дальше. А, Седьмой Вселенский Собор, Пятое правило. В храме не разговаривают даже шепотом. Ну как, благочина должно быть. И спрашивают, у вас не разговаривают? Никогда. И деньги не собирают с тарелкой. С тарелкой не ходят у нас. Никто. У нас ее нету, тарелки. У нас не имеют права люди ходить с места на место в храме. А ящик висит на нужной церкви, кто сколько положит. Но строго введена десятина. Это обязательно. Это по Писанию. Дальше. В храме не разговаривают даже шепотом. Где написано? Сто главный Собор, 14 глава, 38. Шестой Вселенский Собор, 70 правило. Первое послание к коринствам, 14.34. Но я не буду зачитывать. Это вот в этой книге, которую мне Господь позволил издать. Тут все подробно, правило полностью. Это второе издание. Ее свеепископы называют настольной книгой для священнослужителей. По ней диссертации защищают. Дальше. Третье. Пост. Пост, конечно, православный. Строго обязательный для всех христиан и оглашенных. Апостольское правило, 69. Правило Тимофея, 8-е, 10-е. Шестое Вселенский Собор, 58 правило. Книга, Новая Скрижаль, страница 248. Ну а бывает, что вот не постятся. Но у нас таких никого нету. Ну а написали, нарушающий пост отлучается от причастия на два года. Настольная книга священнослужителя, выпущенная по благословению патриарха Пимена. Первый том, 535-я страница. Ну это есть, выпущен, но нигде оно не соблюдается. И что, вы скажете, во всех храмах нарушают? Да ни один священник этого не отрицает. Ну бывает, некоторые первую, последнюю неделю. Да и то едят там то, что не положено есть. Пост строго обязательный. Ни одна у нас бабушка к батюшке даже не подходит. У меня гастрит, ну как в храмах делают. Молочка надо, то думаю, у нас этого не положено. Не положено, и все. Ребенок сосет грудь матери. Как только от груди отсадили, молока в посты он уже не получает. И мы точно так же были воспитаны. А у нас в семье было 10 детей. 10. Дальше. Четвертое. В алтарь мирянам и женщинам не входить. Где это известно? Лаодикийский собор, 19-е, 43-е правило. Шестой Вселенский собор, правило 69-е. Мирянам. И я туда не захожу. Теперь я имею право, я чтец рукоположный. Но я стараюсь не заходить, вообще не заходить. Я очень благоговею перед алтарем. У меня бывает такой вот, приехал тут как-то с местной епархии алтайской. И в алтарь я открыл, батюшки не было, можно зайти. Ну он священник-то, ему можно зайти. И он зашел туда без батюшки. И припал к нему, встал и пацаловал. Я его не знаю даже жизнь, но во мне он такое почтение, уважение, благоговение вызвал. Я даже архиерею, тут епископ Максим это сказал. Кого вы к нам послали-то, что? Я не знаю в другом, он может быть враг будет, тот за бортом. Главное, что он почитает святыню алтарь и престол Божий, на котором совершается великое таинство. И хранятся дары Господни. В алтарь не входите женщинам. И вдруг я приезжаю во Фрунзе, теперь там Бишкек называется. А она в алтаре, выходит одета, ну меня же архиерей благословил, а она монашка, там схимонахиня какая-то может быть. Я говорю, ну ты перестала быть женщиной? Нет. Но вы видели, когда крестят ребенка, то ребенка заносят в алтарь, а девочку не заносят. Ну она вообще чем отличается от мальчика-то? Только телесным устройством. И смещенник поносит ее к иконе и ею благословляет. Да ты-то, женщина, ты замужем была. И ты в алтарь лезешь. Девочку от рода восьми дней ее в алтарь нельзя носить. Сектанты, когда будут слушать, они говорят, ой, какие предания, заповедь на заповедь, с ними разговаривать не надо. Они в этом вопросе тупые и бессмысленные, они вне церкви. И там все стерковно, но поперек горла, поперек пути. Они этого не понимают. Они в брюках, женщины ходят, они ничего не знают. Стриженные, с тережками, люди мирские. Я верю в Христа. Вера без дела мертва, а не дела. Так это внешне. Внешне это отображение внутреннего. Если я благоговею перед кем-то, я и внешне поклонюсь. Руку-то это я внешне подаю, это означает внешне, внешне. А внутренне-то я его уважаю, подаю. А то я руки не подам. Это подлезный негодяй. Почему? Я внутренне уже решил, что он предатель. Он мать обижает. Я ему руки не подам. Пятое. Свечи только чисто восковые. Без малейшей примеси. Почему? Левитам 10.10. Исход 27.20. Дальше. Апостольское правило 72. Иезекииль 22.26. Новая скрижаль 43. Страница. Так, Семен Солунский. Глава 25 и 134. Чтобы вот это все написать, ну, тут уже скрывать не надо. Устав я составлял. Он был утвержден потом. Уставы, Конституцию США писали не 100 человек. Как правило, все делает один человек. Ну, просили, молились. Никто не берется. Я не сам вырываюсь, а меня вытолкнули. Сказали, делай. Больше некому делать. Ну, я стал смотреть. А потом на обсуждение. А потом какие дополнения были. Дополнений нету. То есть полная полнота. Чисто восковые. Повторяю. Вот эти правила, они непрерывно соблюдены. Мы как? А если там нечистое? Как это нечистое? Правило написанное. Мы покупаем большие круги на пасеке. Воску. И вот она приехала к нам. И она говорит, а моя мама свечи льет. А могла бы она нам вылить тогда? Ну, мы заплатим сколько. Она взяла и принесла большую охапку свечей. Мы многое дали ей. Ну, может быть килограмм 20. Я не знаю, даже 15. Я смотрю, они блестят. Я говорю, а почему они блестят? Да это мама там смазывала, чтобы они из трубочек выходили. А чем она смазывала? Ну, она разогретый парафин. Парафин. А почему она не маслом растительным? Ну, не знаю, мама всегда так делает. Ее в церкви просят. Значит, парафин. Вы уверены? Как не уверены? Я помогала ей. Так, все бракованные. С ними можно будет ходить в баню, в туалет, в скотине. Ни одна свеча к нам в храм уже не попала. Мы сразу это смели. Оно бракованное. Вот вам пример. Ничто нечистое не должно приноситься перед лицо Божие. Богу это противно. Мы серьезно на все это смотрим. Я повторяю, для сектантов, они сейчас слушают, они за животы хватаются. Какие-то свечи, им ничего не надо. Почему? Но они вне церкви. Вне церкви нет просвещения церковного. Они в любом году возникли, и они сами по себе тешатся, прыгают, как говорят маленькие ребятишки. Я для православных объясняю. Елей, масло натуральное, не вазелиновое масло. Сегодня, чтобы оно не коптило, вазелиновое масло. Елей натуральный. Как, достаем? Сами делаем, очищаем масло. То есть, ну, разные причины. Натуральный. Дальше, шестое. При возрасте оглашенной из едите им выходить в притвор. Также отлученным за грех, кроме куп настоящих. Даже не знают священники куп настоящих. Это четвертая стадия эпитемии. Когда вместе можно стоять до конца, отлученным, но не причащаться. Это уже, ну, одна четверть срока назначена. Допустим, за прелюбодеяние. За один обор 10 лет. На 4 части дели по 2,5 года. Плакающие, слушающие, припадающие. Вот. При возрасте оглашенной из едите нигде не выходят. Ну, практически нигде. Когда я все рассказал, а у нас были тут люди, ну, разного сана приезжают. Он говорит, так если выполнять, я первый должен выйти. Я говорю, ну и выйди. А служить кто будет? Закрой храм, не служи пока. Пойди к архиерею, скажи, недостоин. Дайте эпитемию, я выдержу. Перед Богом играть не надо. Это очень серьезно. Я должен выдержать, и все. Я вот когда в лагере, в тюрьме был, и у меня было, что люди каялись, обращались. И каялись не по одному. Там, за одну ночь, когда сразу 7 человек встали на колени. А я их и не видел, утром сказали. Ну, вот я хочу с вами молиться. Можно молиться. Я говорю, и ты веришь во Христа? Все правильно. Ты веришь, что Он за тебя умер на Голгофе, пролил кровь? Да, я все поверил в отец Игнатия. Да я не отец какой. Ну, вы меня родили. Ну, в этом смысле, да-да. Ну, не называй меня. Я не люблю это. Отец, обучитель. Не приемлю. У меня есть имя и все. Хочешь называй Игнатия. Они как, говори так, языка номер такой-то. Я говорю, а тебя за что взяли? Ну, вот там, начал говорить. Аппаратуру выносили. А я замдиректора завода приборостроительного. Ну, правду, да где правду? Правду дай, да там накрутят лет 10. А кому ты давал? Ты мне не говори. Ну, давал, давал. А кто? Да я первая-то аппаратура. Не говори, а то тут подсушивающая. Ну, что теперь уж все равно мне. Это в КГБ я отнес. Я скажу, это каких людей вызовут? Ты не бойся, не вызовут. Они, наоборот, это тебе уберут. Ты просто не знаешь. А что делать? Напиши заявление на прокурора. Скажи, что я лгал на предварительном следствии. Ты же не осужден еще. И скажи, я желаю, чтобы следователь был тот же или другой. И я дам полное откровенное показание. И так все и получилось. И срок условный дают. И при том не один раз. Условный. А что с теми людьми было, я не знаю, которые он показывал. Я рассказал все как есть. Понятно. Так вот, оглашенные за дети. Я говорю, ты в оглашенные еще не пойдешь, пока не сознаешься во всем. Вы должны все признаться. Замести за собой. Как раз, залезать. Размазал свое. Залежи языком. Убери. Оглашенные за дети. Они у нас выходят. Здесь выходят. За что? Трое молодые ребята. Бородки. Ну, какие они? Там учатся в институте. Представь, медицинская. Там три волосинки. Трогать нельзя. Ну, а говорят. Ну, тебя не очистят. Да нет. Ну, вот как-то неудобно там. Так. Или ты бреешь, или не бреешь. Ну, вот бреют. Бреют. Батюшка тебя поставил, там и стой теперь. И, как правило, такие люди уходят. Проходят год, два они в бороду. И, наконец, они отваливаются и уходят. Так вы же теряете, молодежь. Да, теряю. Так у вас не будет. Да, не будет. И община не будет. Но мы перед Богом оправданы. Я делал, я говорил, как должно. Мы не идем нигде. Пост нарушает, должен быть отлучен. И у нас никто не нарушает. У нас есть правило, которого я еще ни у кого не встречал. У нас запрещено людей вербовать, звать. К себе. Тут в газете как-то писали. Говорят, попасть в общину Лапкина нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. Это секретарь, главный журналист Алтайского края писал. Поэтому нам терять-то зачем? В уме своем. Физически теряем. А в уме-то я не один, я с Богом. Дальше. Седьмое. На богослужение не опаздывать и не уходить до окончания. Да ни одного храма не найдешь такого. Ну а бывает, что вас опаздывают? Бывает, но они в притворе и стоят. Ну а кому-то разрешаете? Да, разрешаем. Она на клиросе поет, и она притом идет с ночной. Тут уже договорились. Она проходит так, чтобы никого не задеть. Там, где другие не могут ходить. Прямо возле, перед алтарем. Там людей нету. Вот и все. Все будут стоять там. Вот я однажды во время службы, кто-то вышел, говорят, вас там вызывают. Я вышел, то краевая администрация срочно вас вызывает. Ну я поехал. Приехал, служба еще продолжается. Уже в церковь. Внутри я не захожу. Я вместе с соглашенными простоял. Там никакого унижения в этом нет. Я правила-то не нарушил. Ничего не будет. Дальше. На богослужение не опаздывай. Где? Неокисарийский собор, пятое правило. Первый Вселенский собор, четырнадцать. А Карфагенский собор, пятьдесят второе правило. Что? Не знали разве батюшки про это? Ну вы дома придите, откройте правила и посмотрите. Опоздавшие, верные, стоят в притворе да оглашены из идите. А вот когда оглашены из идите, тогда они заходят. Мы не знали, а то у нас тут потом это уже до места дошли. А когда оглашены из идите, а тут и верные стоят. А вот верные, опоздавшие, тогда заходят. Мы пришли молиться. Нас нельзя тревожить, чтобы никого не толкнуть. Восьмое. На молитве стоять благоговейно. Ноги вместе. Не подгибая. Ну как вместе? Вот ноги вместе. Вот я стою, ноги вместе. Ну видно, какое есть. Это я не в церкви. А время поста я такой и есть. Такой я и в городе хожу. Ногу вот так подгибаю. И у нас написано, говорит, как жураль на болоте. Это у Григория Богослова. Ну и все. Вот так напряженно, стой. Я говорю, как у мавзолея стоят. Так мы-то перед живым. Как перед знаменем полка. Все это описано. Человеку это нужно показать. Ноги вместе, не подгибая, не оглядываться. Руки не держать сзади. Поклоны строго по уставу. Что значит строго по уставу? Правильно поклониться. Не знаю это как. Смотри как. Господи Иисусе Христе. Солба, где путь находится, чтобы тело почито. Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот как. А то молятся, гляжу. Путин молится. Вот так вот. А у патриарха вот сюда рука куда-то идет. Почему? Я не говорю у какого где-то в другом измерении. Там, в космосе, на Марсе. Про местных нельзя говорить. Они от страха умирают. И значит неисправимые умирать будут. Ну кто будет видеть, какого-нибудь патриарха там японского. Посмотри как молятся. Вот так вот. У нас это не положено. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Прямой крест. И дальше поклон должен быть такой, чтобы рука могла пол достать. Колени не подгибать. А вот. Я склоняюсь с великим трудом. У меня три грыжи. Я всю жизнь заработал на стройке. И одну вырезали. Теперь я несколько лет не мог поклоняться. И всем делал. Говорю, я не могу. Простите, не могу. И вдруг у меня что-то хрустнуло, и я стал. Но земные поклоны очень трудно. Я вот сейчас Андрея Крестского несколько поклонов лишних сделал. И у меня с пол, с позвоночника, и все. Я не могу тогда подняться. Земной поклон делается так. Также поклониться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Колени должны коснуться земли. Руки, вот 10 пальцев, 10 заповедей. На пол и на них наклониться. Ну под руки, под ручник можешь положить, чтобы не грязный пол. Я просто для показа. Даже в этом и то упрекаю. А вы, написано, когда молитесь, закройте за собой дверь. Зачем дурить-то? Я не молюсь, я показываю. Если я не молюсь, вот так и не молитесь. А если я сейчас поклонился и подумал о Боге, то уже лицемеры фарисеи. Дальше. Девятое. Детям не создавать шум. Вот и все. Так он заплакал. Выйди. У нас комната матери и ребенка. Там она пусть будет. Детям не создавать шум. А если бесшумно, ребенок маленький бегает. Я его не вижу даже. Ну в алтарь, чтобы девочка не забежала в алтарь. Все. А если ребенок спать хочет, ну бери с собой раскладушку. Или сама с ним выйди в детскую комнату. Вариантов много. Детям не создавать шум. Вот это правило соблюди. Вот и все. Должно быть юридическое обоснование того, что у нас сделается. Десятое. Мужчинам не носить галстук. То есть Осипов к нам уже тут не пройдет. Дальше. Женщинам не носить мужской одежды. До сегодня 90% ее носят. Под разными причинами. И лукавят, и лукавят, и лукавят. Университеты, академии заканчивают, чтобы оправдать грех. На ней брюки или не брюки? Да они у нее, женские брюки. Почему у мужчин нет мужской юбки? Я спрашиваю, почему у мужчин нет мужской юбки? А у женщин женские брюки есть. А они те же самые. Вы предали женщину по руганию. Не положено. Сестра мусульманский шея говорит, надень хиджаб. Надень. Иначе ты плакать будешь. Я знаю, когда строго женщина одета, к ней мужчины относятся по-разному. Которые хватаются за женщину, за любую. Но вот наши девушки, когда девушки едут где-то, у них как вокруг, как говорится, называют ауру. Это не наше слово. Ни один не подходит близко, только садаля смотрят, а вы не ваххабитки. Вы там мусульманки где-то. Они между собой разговаривают о божестве. Они сразу свидетельствуют о Боге. На нашу. Зайдите на наш форум, посмотрите, какие нежные голубицы. Как они выглядят. Дальше. Где это? Второзаконие 22.5. Шестой вселенский собор 96. Сто глав 38-90. Сто глав собор никто не отменял. На нем сколько святых было. Придумали, полностью отменил Никон. Беззаконие совершил. Но вы знаете, Филипп Колышев убитый на этом соборе. Председателем был 15-летний, будущий Иван Васильевич Иван Грозный. Дальше. Всегда быть в поясе. Рубаха на выпуск. Ну, что такое на выпуск? Ну, вот брюки, а сверху она на выпуск. В брюки заправлять вот туда, под брюки. Это немецкая форма. Это русская форма. Выступает где-то казацкий хор. Посмотрите, какие пояса. Пояса и как они кистями висят. Ну, вы видели как? Тут косоворотка. У русских обычай есть. Родноверы вот эти. Они правы в этом-то. И надо сказать, что они возрождают это. Русские традиции. Так, считаем дальше. В поясе рубаха на выпуск. У нас всегда пояс. Без пояса никто сверху свитер не носить. Кое-что мы не указали. Потом дополнение, расширение этого было. Вот так пояс. А какой? Ну, твое дело. А у меня в брюках сверху рубашки. Вот так вот. Вы видели, может, фотографии. Лев Николаевич Толстой стоит вот так в руку. Ну, не может сегодня президент и патриарх так сделать. Не может. Это мы видим только. Деревенские какие-то там работы делают. Все в поясах. Вы посмотрите старинные работы художников, передвижников. Ни одного без пояса нет. Ну, это просто все так предали, потоптали. Умирает перед заграничным. Прости, Господи. Еще не сказал слово нехорошее. Дальше. Первое царство, 18-14. Ефесянам 6-14. О поясе. Женщинам строго платок. Волосы совершенно закрыты. А не как у старообрядцев. Если она не замужем, пол головы вот так открывает. Я скажу, как бы меня не просмотрели. Кто зайдет, знайте, я замуж хочу. У нас не положено. У грудной ребенка надеты два платка и под булавку. Конечно, мы похожи на мусульман внешне. Но мы-то православные. Раньше мусульман, на 6 столетий. Так кто от кого взял? Так. Руки совершенно. Закрыты до кистей. Это в храме. От церковной дисциплины. Это не дома. Край платья не выше 10 сантиметров от земли. Никаких украшений косметики. Это вообще не только в храме церковной. Вот эта палочка тут сделана. А вот здесь полоска красная. Это 10 сантиметров. Сестра любая может подойти и поставить. У нас избраны смотрители. Для сестер женщины, сестры. Для мужчин мужчины. Что-то не так. Сразу подошел, сказал ему. Они за этим смотрят. У нас наблюдатели за этим стоят. И поэтому дисциплина полная. И мы даже не смотрим. Но все идет ровно. Одиннадцатое. Крещение совершается только над прошедшими катехизацию. То есть он должен слышать вероотслышание. Катехизацию. А сколько? Ну, срок назначен будет. Если совершенно не знают. От 3 до 5 лет. Примерно 500 академических часов. Да нигде этого сегодня не делается. Для отмазки. Одна-две беседы там по 20 минут. Люди ничего не знают, головами крутят. Обман один. Дальше. Над истинно уверовавшим в Иисуса Христа. А что это такое? Правила апостола Павла. Это не послание. Владимирский собор. 45, 46, 47 правила. 6-й вселенский собор. 78 правила. В полное троекратное погружение. Обливание. Вот как делает просто ладошка вот так вот. Мощение. Мощение. Закрещение не приглазнается. И неуверовавшие, непогруженные считаются некрещенными. Апостольское правило 50. А вы перекрещуете. Зачем перекрещуете? Он не крещен был? Его обманули? Крещение это полное погружение. Если погружения не было, значит ничего и не было. Не было. Это обман. А если он был погружен, ну, руками священника, какой был, значит ничего и нет ему. А если в детстве был где-то, ну, а если пришел из церкви, а он там помазаниями, помазаниями не дополняются. Не был погружен, он обязан. Так он не будет. Ну, не будет и не ходи. Дресс-код твой там, на улице, раздевайся до гола. У нас этого нету. У нас другие правила. Ладихийский собор показал. Не признается. Непогруженные считаются некрещенными. Апостольское правило 50. Все таинства и требы совершаются бесплатно. Для неверующих не совершается ни крещение их детей, ни отпеваний, ни других треб и таинств. Второе кориевство, решение 1415. Шестой Вселенский собор 96. Седьмой Вселенский, восьмое правило. Первое Вселенский, второе правило. Апостольское правило 47. Василий Великого, первое правило. Новая Скрижаль, страница 365. И все это по боку. Я дальше начал говорить о правилах. Вы дальше в семинаре. А вы знаете, сколько правил? Я знаю, конечно. А сколько? 989. А сколько сегодня действующих? 719. А как вы знаете? Да я занимался три года. Я их переводил на русский язык. 719. А какие нарушаются? И они нарушаются. Это еще раз с Лапкиным встретишься. Я сам на тебя лишу. Не говоря про книги. Книги его. Да вы помогаете распространять. Лишу сана. Все. Больше он не прикоснется. Они уродуют души этим. Я не говорю, что это где-то. Ну, это тысячи лет назад такие архиереи были. Наши-то не такие. Наши ангельские. С ангельским чином. Дальше. Двенадцатый. Строго и во всем соблюдать главенство мужа. При подходе ко кресту, к причастию первые. Мальчики, маленькие девочки. Потом взрослые мужчины и женщины. Ну, тут что объяснять. Тринадцатый. Без нужды три воскресных дня к ряду презревшие. Богослужения. Отлучаются. Шестой Вселенский собор. Гамский пять. И дальше антиохийские второе правило. Это не наши правила, правила соборные. А их как будто не существует. Они все попираются. А у вас как? Ну, обязаны они подойти и сказать. Она говорит, я была, вот, заболела там сотрудница или скользящий график. Она должна подойти ко мне. Я староста. Если меня нет, она должна написать в писанном виде объяснение. И объяснение это будет храниться в наших делах. Я не могла прийти, потому что у мужа пришли друзья, надо было готовить. Это никакое не объяснение. Ты просто отступница. Ты считаешь правила? Ты знаешь это? Нет? Ну, пожалуйста. Изволь. Своё место занять, где тебе положено. Я всегда как бы обращаюсь к самым себе другим голосом. А вы что не нарушаете? Не нарушай ни разу. За всю жизнь. За всю жизнь. А как я буду нарушать? Я люблю храм, люблю храмовое служение. Вечером, в субботу, я обязан быть где-то. Я тоже не пропускаю. Но один раз пропустил. А один раз. Потому что мы приехали, и в воскресенье нам уезжать, и мы не успели картошку посадить в лагере. И я староста, и я писал объяснительную батюшке. Вот и всё. И картошку копали, и не успели выкопать. Было. Я обязан это сделать. Но мы обязательно, вот если из наших лагерных там было сколько-то, хотя бы один человек будет присутствовать. А не так, уши никого нет. Лагерь, семья вся, если на работе дома, хотя бы одного пошли. Почему? Проклините мироз. Ибо они не пришли на помощь Господу с храбрыми. Поискали, никто не приходил. Город предан проклятию. Поэтому семья, хоть маленькую девочку, мальчика, представьте на богослужение. А её уже священник спросят, почему других не было. Потом напишите объяснительную. Это вера православная. А то, что по-другому, это кривославная. Они не православные эти люди. Шестой Вселенский собор, я говорю, это требует. Четырнадцать. Табакокурение, пьянство, бродобритие, волшебство, зрелище запрещены. Не в кинотеатры, нигде не ходят. А дома смотрят только хорошее. Но проследить нельзя. Каждый знает за себя. Табакокурение вообще у нас не именуется даже. А бродобрития тоже нет. А было, что брилли? Да, было. Было, один подрезал. Ну и если Давид не пустил их в земной Иерусалим, а мы к небесным будем, он стоял, пока борода не отросла. Когда я вернулся из заключения, конечно, я вернулся без бороды, я в храм не ходил, я дома был, надо причаститься, священника вызывали, пока не отросла борода. Ну, священники ко мне очень хорошо относились, это город Фрунзе, а я жил в Оронцовке у родителей, приехал лечиться, я считаю, у меня легкие, все там полетело. В заключение было, пока не встал на ноги. То есть борода отросла, я пришел. Собирались, люди приезжали, собрания были на дому, ну а все остальные ходили в храм. Один я дома, я молился в это время, книги, правила, могу все соблюдать. Но идти не пошел, чтобы не нарушить правила. Я скверненный. Пятнадцатое. За порядком в храме наблюдает староста и стража у дверей. Число 1.53, это 8.26 и деяние 5.13. Из посторонних никто не смел пристать. Сегодня это правило нигде не выполняется. Нигде. А никто не знает, кто посторонний. У нас вот только начинается богослужение, ворота сразу запираются и звонок. Звонок, кто-то опоздал, подошел наблюдающий, там эконом, смотритель. Он вышел, посмотрел, запустил. Эти люди отдельно раздеваются и тут стоят в притворе. Да, оглашенные изъедите. А вечером до или помазания. Вот когда только помазывают, в это время, тогда они уже заходят. А когда можно, там говорят, что заходите, ну и с миром изъедим. С миром изъедим, тогда уже все заходят опять. Шестнадцатое. После окончания богослужения подойти к незнакомым. И вновь пришедшим. Оказать им внимание и по возможности ответить на вопросы. Как правило, мы это делаем до богослужения. И к нам никто не придет, прежде не быв проверенной. Если кто-то новый, то через кого-то. Это кто-то подходит ко мне, к старости. А вот такой-то человек, ну вы знаете, какие правила. Не курить, нет. А если курит, табак с собой не брать. Мы еще не требуем бросить. Бритый он, это не имеет значения, он никто для нас. Ему один раз мы разрешаем посмотреть. Это правило такое. Его приводят и дальше у нас есть люди, которые, члены церковно-приходского совета, 10 человек. Ему все расскажут. У нас на все висят уста. Вот отдельно что есть, а потом расскажу. Это об интернет-знакомствах. Мы потерпели много через это. Прошло собрание, и вот мы выставили. Это я отдельно могу рассказать. Если еще время есть у нас за это, мы можем записать на этот ролик даже. Нет, отдельно, наверное, надо. Вот такие правила. Так так, если будет, так у вас людей много не будет. Никогда Господь на множество не смотрел. Он сказал, не хотите ли вы уйти. Так так будет, и никого не будет. Да и не надо. Лучше один соблюдающий, чем 10 тысяч нарушающих. Серахов так говорит. Стерковная дисциплина. А у вас как люди с радостью соблюдающие не замечают. Они даже не считают. Это все нормальное наше движение, как есть. А вот он надел свитер. Свитер только внизу. Но бывает свитер с засежкой. Мы не знаем, куда его отнести. То ли это свитер или нет. Мы его спрашиваем. Ты его сам за что считаешь? Ну, я считаю, это не свитер. Вот тогда поднимем, покажи. Рубашку у тебя на выпуск. Он показывает, поднимем, она на выпуск. А вы? У меня были свитера подарены много. Как только ввели это в правило, я вот все свитера сразу пошел и в дом инвалидов все раздал. Все до одного. Они там нуждаются в это. Все у меня нет. Я никогда не нарушу. Почему? Я немедленно все это отрезал. Бритвенные приборы нельзя брить. Все было уничтожено. Я никогда не нарушил. Это мелочь. Но верным малым над многим получат владение. Я знаю, как кривятся сектанты. Они думают, что-то имеют. Да ничего не имеете. Вас под эти правила поставить, вас там ни одного не будет. Вместе с Шаповаловым будете на лесоповале. Вы отдельно только начните исправлять. В храме не разговаривали даже шепотом. А вы орете. Падаете. Беснуетесь. Крутитесь. Вертитесь. Жены домолчат. Ну и все. Все закончилось. Посмотрите. Даже в хору стоят поют. Сейчас, правда, стали длинное платье надевать. Платки. Сектанты. Ну, какие платки там? Что-то прозрачное. Шарфик. Или вот так вот ленточкой перевяжут. Ни одна волосинка не должна быть видна. Вот и весь сказ. Правила. Отдыха правила на правила. Ну, ты так считай. Мы их не ставим, эти правила. Это устав. И поэтому соблюдаю. Сейчас, говорят, хотят вести дресс-кос. Он в Дубаи. Это одна из богатейших стран. Небольшая. И туристы выходят как на пляжи. И большие пошли жалобы. Жалобы. А сейчас, говорят, не только для женщин дресс-кос вести. Как одеваться. Но как мужчина. Да жарко. Мужчины ходят в брюках. Им не жарко. Ну, знаете, еще там 10, полметра ходят. Не положено это делать. Есть страны, где за это штрафуют. Вот в Янтянг, это была Кататабирба. У них платье должно быть не выше 20 сантиметров. У полицейского с собой жезл. И он подошел, замерил. А у нее 22. Он говорит, она начинает дергать. Зачем дергаете? Я подошел, у вас больше 20 арестованы. А дальше ты посмотришь, что с тобой там будет. Вот и все. Это не нами придумано. Так это для управления народом. Да, для управления. Это везде в армии так. Его учат, как ходить, как поднимать ногу. В милицию принимают. В монастыре какая одежда. Как поклониться. Везде, где есть какое-то сообщество людей, объединенных одной идеей. Там везде порядок. В армии, в морфлоте, подводники. Как ходить, как бежать. Как все есть. Как счастье отдавать. Голову повернуть. Счастье отдать. Ну, все есть. А тут царю небесному идут. Ничего не надо. Ну, на первый день он не знает. Но уже через день он знает. У меня в лагере такой порядок. Приехал, я не знаю, он заместитель, Акопян Сергей Дживанширович, полковник. И он посмотрел, как застал. Говорит, так у меня, в авиационном училище, высшее авиационного, такого порядка нет. Я говорю, да как вы военные. У вас тут один военный у нас обратился. Он бестолковый. Да как мы все такие дубовые. Раз, два, три. Дальше считать-то не умеет. Опять левый, левый. Он правую ногу даже не поминает. Ну, ладно, веселый был. Армянин. Армянин с юмором. Вот все, что я хотел сказать о церковной дисциплине. Кто желает больше его знать, приходите на наш сайт. Вот он, наш сайт. Здесь все подробно. Кристинь один народ друг. Забудите это. Не забудьте меня звать Игнатий Лапкин. Вы зарядите в ютуб Игнатий Лапкин. Это как ключ. Там тысячу шестнадцать роликов наших. Видеоролики наши. Не чужие, где-то мы бы там нацепляли, натащили. Наши. Снятые в большинстве здесь, в лагере, в поездках миссионерских. Все. На славу Божию.